Вдоволь, наигравшись с Линусом, попробовав его, ну, с Линусом я знаком примерно с 1999 года, попробовал различные варианты, тогда даже я не помню, какие были, в смысле, я помню, какие были дистрибутивы, но я попробовал их очень много, и, наверное, Red Hat, и всякие-всякие популярные, наверное, сейчас даже уже каких-то нету, по-моему, Андрей прекратил существование, вот. Попробовал я все вот это, и вдруг посетила у меня такая миссия, то есть свободное программное запрещение с открытым исходным кодом, это очень хорошо. Линус, который там, в свою очередь, возник, как проект одного очень известного финского студента, который решил тоже реализовать как бы свободное ПО, потом вся эта инициатива, которая гнул, тоже, вот. Это достаточно меня, скажем так, вдохновило. Но какая мне пришла интересная мысль, думаю, а есть ли все вот это есть? А есть еще такая операционная система Windows? Я подумал, а почему же, думаю, до сих пор вроде бы мне на глаза не попадался такой проект, в котором была бы открытая, свободная реализация операционной системы Windows? Ну, скажем так, с такой идеей я обратился к поисковику Google, тогда уже был, вот, вбил запрос там Open Source Windows, чтобы посмотреть, ну, есть ли что-то уже такое. Поиск выдал мне, по-моему, примерно 5 результатов, табличка такая была на каком-то сайте еще, такое все это самое, old-school-ное, какой-то был там один проект, другой проект, потом был проект FreeWin95, то есть FreeWin95, который написан недавно был переименован в проект Reactos. Вот. Я так сравнил по всем проектам, прошелся, смотрю, думаю, Reactos он так наиболее продвинутый был тогда, то есть в какой-то текстовый режим загружался и что-то выводил, то есть у меня какой-то там поддержки еще даже WinAPI-приложения не было, там драйверов, что-то, но работа шла и было небольшое комьюнити, там, вот так, несколько человек, а раз десятка человек. Вот. Тогда я и решил попробовать немножко включиться в этот проект. Значит, сам по себе Reactos возник, это исходный комик был 22 мая 1926 года, тогда самые-самые основы были, даже нельзя на самом деле сказать, кто именно основал этот проект, потому что это было достаточно, несколько людей, там один, допустим, часто цитируем, что это Джейсон Филбин из Южной Африки, но он не то, чтобы там какой-то отец-основатель, просто один из инициативной группы вот этой вот первой. Я, соответственно, включился в проект, свой первый патч создал 24 марта, он был внесен 2003 года, затем уже мне дали право доступа прямой в репозиторий, я начал непосредственно сам работать, это 9 апреля 2003 года. Вот за все время до сих пор я сделал примерно 4803 комменты, если статистика нашего одного известного сервиса OpenHub, который меньше был куплен BlackDark, не врет, то это вот так, даже вот красивый график такой вот представляется. Ну, такой вот как бы эхто, чтобы вы понимали, как бы о чем идет речь. Ну, как бы помимо этого, как я уже сказал, закончил МГТУнинг и Баумана, сейчас я там решил продолжить работать, это же второй или третий год, преподаю курс операционной системы в ДРУ-9, ну, достаточно интересный, естественный же, как вы понимаете, в учебном процессе используется Reactors. Я потом в конце расскажу о том, насколько здорово, на самом деле, с точки зрения студентов, то, что мы используем Reactors, а не, скажем, там, какой-либо еще другой проект с открытым, сходным ходом или с открытым, сходным ходом. Вот. мои координаты тоже, соответственно, здесь, наверное, вам видны. Вот, если кто что хочет, то там и по почте можно будет потом пообщаться, и как угодно еще. Ну, и на данный момент я координатор проекта Reactors уже, наверное, много, много лет, я даже сейчас не помню, в каком году я, начал этим заниматься уже, не просто как разработчик, а вот еще более, еще к такой, вежливой части. Ну, и у нас есть несколько юридических лиц, вот, ну, в частности, это фонд Reactors, который основной здесь у нас, в Российской Федерации. Еще, ну, для финансового обеспечения у нас в Германии некоммерческая организация существует. Так, что же такое Reactors? Весь, весь доклад сегодня я вот решил построить именно техническим образом, для того, чтобы, ну, я думаю, многие знакомые из вас с Linux, и, ну, конечно, вы, наверное, слышали про Reactors, но я бы хотел сказать, именно рассказать, то, как, что сделано в Reactors, почему мы говорим, что, как бы, это нельзя было, условно говоря, взять просто ядро линуса, добавить туда Vine, добавить туда X-Lindles, и наслаждаться, конечно, результатом, то есть, что нас сподвигло, вот, именно, взять и поработать, и что-то сделать. Поэтому, так сказать, ключевой, ключевой мотив нашего доклада, что Reactors, с одной стороны, это Windows, а с другой стороны, ну, естественно, это не Windows, потому что, ну, мы не Microsoft, мы открытое, свободное программное обеспечение, но в то же время, что-то и что-то есть. Так вот, почему же мы говорим, допустим, что Reactors, это Windows? Ну, потому что, во-первых, он выполняет Windows-приложение, во-вторых, он сам по себе сделанное в нативном, в родном режиме, поддерживает драйвера, которые сделаны для Windows. То есть, мы не изобретаем, там, какой-то свой интерфейс, API, там, для драйверов, или для приложений, мы не делаем какие-то прослойки совместимости, да, то есть, это все, именно таким вот, именно родным, нативным образом сделано. Ну, и выглядит, основной, основной смысл Reactors, то, что мы делаем, именно, все по образцу, и подобие Windows, от Usazen 3, Свероиспак 1. Ну, естественно, внешний вид, он тоже соответствует, скриншот я вам в конце покажу, там интересно. Ну, что же отличает, что же отличает у нас Reactors от Windows? Ну, во-первых, Reactors — это свободное ПО. Windows, как бы там, Microsoft не старался, но пока Windows у нас закрытое ПО, и там, на некоторой части открывается, конечно, ну, так, пока, вдруг, это поворот, буквально, там, последних нескольких недель. Вот, но Reactors используются другие, свободный проект с открытым исходным кодом. Ну, в конце концов, почему это не Windows? Потому что можно сделать свой собственный Windows, то есть каждый человек может, естественно, привнести свой вклад, но это все тоже, как вы знаете, это все, как сейчас все это происходит в Linux, это достаточно понятно. Так вот, посмотрим на то, что же мы можем, что значит, когда мы говорим Reactors — это Windows. Имеется в виду, конечно же, архитектура операционной системы Reactors, именно то, как она сделана внутри. Поэтому, как реализовать максимально возможная совместимость, там, можно делать какие-то там специальные прослойки, можно там как угодно делать, то есть, я не говорю там, что какой-то путь из них хуже, но добиться самой максимальной совместимости можно только в том случае, если сделать, собственно говоря, точно так же. То есть, внутри все должно быть более-менее похоже. То есть, та же архитектура идентична Windows. Потому что, там, Windows-драйвера, они ожидают от того, что, ну, их API, на самом деле, API этих Windows-драйверов, там, можно сказать, что это на этих API, это системные вызовы, но, по сути, они же в том числе еще и проникают в ядро, поэтому само ядро, конечно же, его внутреннее устройство, оно достаточно тесно завязано на тот API, который предоставляется. Зачем это вообще говоря нужно? Потому что, там, ну, вполне понятный, вполне понятный вопрос, что, ну, если программы работают, то, в принципе, с драйверами еще там, и ладно. Но, во-первых, есть такие драйвера, как, допустим, драйвера сетевых карточек, видеодрайвера, драйвера, контроллеров серия ВАТА, Аскази и любых других. Это то, к чему производитель уже делает, драйвера выпускает. Так вот, заместо того, чтобы их реализовывать, как в случае, допустим, с Linux, когда там актуальный вопрос, наиболее актуальный, был, и, наверное, до сих пор, состоится, это видеодрайвера. Да, то есть там делали реверс инженеринг, для того, чтобы понять, как работают драйвера, чтобы написать свои драйвера для Linux, для IS-Linus. У нас подход проще. Вот делает производитель этот видеодрайвер, да, для самой, там, современной, допустим, карточки Ambidea, или, там, ATI, AMD, мы говорим, отлично, мы для этого драйвера делаем все окружение, чтобы он просто загружался и работал. В принципе, как оказалось, задача, это не сверх, не сверхслуживая, можно раньше, раньше, ну, это, наверное, где-то лет, лет пять назад, производители видеодрайверов, конечно, практиковали, использовать различные ухищрения, для того, чтобы там, вот в этих вот тестах, которые, тесты производительности, чтобы там, как бы, показывать лучший результат. Тогда там будет достаточно такие неприятные моменты, там, чуть ли не с доступом по хардкоденному указателю в памяти к какому-то, к каким-то данным ядре. Но сейчас производители уже, ну, видимо, больше 12 уже некуда, и так все нормально. Поэтому они уже делают нормально, они делают более-менее нормальные драйвера, которые, в принципе, работают. на практике можно посмотреть там даже самый простой драйвер, видеодрайвер сторонний, который у нас тестируется каждый день и который работает, это драйвера, которые идут в комплекте с виртуальными машинами. То есть, допустим, в МВР, видеодрайвер, там, виршал-бокс с каким-то своим драйвером. Вот, то есть, они все прямо в бинарном виде, кладем этот сис-файл, он загружается, работает, выставляем разрешение, то есть, аппаратное уставление, естественно, уже все это идет, работает. Что тут у нас далее? Значит, возвращаем, это был экскурс от драйвера, а теперь про архитектуру операционной системы. там, с самого простого, начиная, о чем мы говорим, когда я там, я очень люблю это слово архитектура, операционная система, уже, так сказать, там, и на лекциях там много про это говорили, про все, ну, что под этим понимается, да? И, ну, что операционная система, должна, как бы, делать, да? Ну, вся суть, это в том, чтобы предоставлять программам, да, приложениям, какую-то абстракцию тех ресурсов, которые есть в компьютере, да? Поэтому, это там, абстракция центрального процессора, в первую очередь, это у нас и его время, это контекст, это процессы, потоки сигнала, и все прочее, что у нас есть. Второе, абстракция памяти, это, как уже там много кратно известно, это виртуальная память, организация ее в страничном виде, это стеки, куча, и все с этим связано, да? Дальше, помимо абстракции, что еще самое главное, что нам нужно от операционной системы? Это то, чтобы механизм защиты, да, механизм разделения, чтобы между системой и приложениями было некое разделение. Для этого есть в центральном процессоре определенные механизмы защиты памяти, которых операционная система должна использовать. ну, естественно же, ну, это, наверное, более в абстракцию подходит то аппаратное обеспечение, которое есть. Оно должно, оно может быть разное, оно должно некоторым образом абстрагироваться, чтобы приложения не имели прямого доступа к железу, а имели некоторую унифицированную абстракцию для того, чтобы одним и тем же образом доступаться к различным железам. Ну, и самое последнее, что должно быть, это, конечно же, должны быть некоторые механизмы безопасного и управляемого обхода этой защиты операционных систем. Ну, можно сказать, что таким механизмом, допустим, является там системные вызовы или там некая система безопасности, которая этим все управляет. Ну, в самом простейшем, примитивном виде, да, в пользовательские приложения, здесь у нас ограничения, здесь у нас режим пользователей, здесь у нас режим ядра, здесь некое ядро, внизу само аппаратное обеспечение железа наше. Вот. Здесь, соответственно, здесь все виртуально, здесь физическое. Проще, некуда, задача там сделать операционку была вообще простая. Теперь, раз мы, так сказать, сказали, вот мы там сказали, как все это должно быть просто сделано, да, теперь кратко посмотрим, что же там в Linux. Ну, соответственно, я, конечно, знаю больше ядро в Индекте, поэтому, если здесь вдруг что-то неправильно, там, пожалуйста, поправляйте. Ну, значит, архитектура Linux, ядро, естественно, монолитное, у него нет Application Binary Interface какого-либо скандарта, да, то есть все все компилируют, у него есть API, вот, API нет. Модель управления процессами и модель безопасности, она унаследована от Unix, есть встроенная поддержка сети, т.е. это стойки, т.пайпы, есть функции, соответственно, select, pull и все-все-все проще. Вот это там. Все, оно встроено. Файловая система абстрагируется, это VFS, Unix API, который у нас в LIL-C библиотека, он поверх небольшого количества и униксподобных системных вызов и сигналов. т.е. по условному говоря, системные вызовы Unix, конечно, они несколько другие, чем системные вызов Linux. в детали, скажем так, немножко расширены. А остальные API, то, что не входит в этот минимальный набор, они все, по сути, свои, являются де-факто стандартами от сторонних производителей. Т.е. когда-то был аудиостек модный один, потом его сменил другой, то же самое с десктоп-энвайронентом, то же самое со всеми остальными, криптографией, и все прочее. Т.е. это сторонние программные продукты, которые, по сути, свои просто завоевывают популярность. Вот там, сегодня популярный вот этот, отлично, его все используют, он самый удобный, все здорово, потом там что-то появилось новее, решили использовать что-то новее. Ну, естественно же, то программное обречение, которое использовало тот предыдущий стек, его потребуется, видимо, каким-то образом обновить. Ну, здесь, на самом деле, плюс тоже есть, потому что это позволяет что-то все менять, там находить какие-то новые подходы, что-то появляется новое, но отдельно здесь, конечно, следует сказать про графическую подсистему, про X-сервер, который у нас, как я и говорю, это вещи в себе. метки. Ну, потому что это, скажем так, наше настоящее время, когда уже из стены не торчит консоль, которая называлась текстом терминала, а когда мы уже общаемся все-таки более с графическим режимом, то вот для того, чтобы там достичь определенной производительности, то, естественно же, более тесной интеграцией появляется X-линус и ядра, то есть там драйвера, там пишется специально, ну, то есть все вот это, вот как там это осталось, потому что X-сервера был разработан еще, не помню, я не выписал дату, но, в общем, где-то, так скажем, точно раньше 1990 года, вот, поэтому тогда еще были одни представления, потом все помодифицировалось, потом с виндоса появились расширения, которые там, ну, как-то все позволяют, вот, и появились еще и другие, и Вейланд, и Мир, и вот там как-то все это что-то пытается сейчас делается, ну, вот примерно вот такое вот представление там о Линуксе, для того, чтобы нам понимать как бы на контрасте там, что в Reactness и что в Линуксе. Вот, но если там в красивом виде вот это все отобразить, да, то вот у нас есть приложения, которые там общаются, ну, если это графические с X-сервером, если они не графические, то они прямо напрямую, дальше есть некие библиотеки-приложения, про которые я говорил, они основываются на библиотеке ЛИПСИ, нашей стандартной, дальше с помощью системных вызов вниз все это идет в ядро линуксовое, которое с драйверами соответственно вместе, а дальше уже, соответственно, с физическим устройством все это общается. Вот, обратный механизм и это сигналы, соответственно, там сигналами все вот это вот обратно как-то все взаимодействует. теперь, ну, раз я там похвалил линус, теперь надо похвалить линус-мти. У него есть свои фишки. Значит, во-первых, ядро, естественно, то же самое, монолитное. Тут никакого чуда нет, микроядро в такой системе использовать не решились. Но, что было сделано очень интересно, спроектировали Windows NT в принципе как микроядро. Но, для того, чтобы все это быстрее работало, все это обратно объединили. Поэтому, некоторые люди, да, не знаю, там, научного мира или не научного, но есть такое понятие, что у Windows NT гибридное ядро. Конечно, это все условно, потому что, по сути, микроядра там нет. У этого ядра есть относительно стабильный API, который со времен T4 менялся достаточно так, незначительно. Ну, естественно, используется все-таки API, но тем не менее. Архитектура ядра, в принципе, на самом деле, по дизайну идентична таким старым операционным системам, как VMS и DECA RSX11. Ну, уже там, скажем так, садаптированным влиянием DOS, OS2 и, конечно, Windows 25. Ну, собственно говоря, секрет тут достаточно простой, почему они идентичны по дизайну, потому что их проектировал один и тот же инженер, Дэйв Каттлер. И первоначальная задача, которая ставилась при разработке Windows ND, это нужно было сделать для OS2 новое ядро, а то старое счетов было, видимо, плохое. Ну, и с тех пор все это пошло, как видим, все это вылилось, на самом деле, в новую операционную систему. А в чем здесь уже даже большие отличия? В ядре, в самом ядре, нету абстракции устройств, допустим, в отличие как там от Windows, абстракция представляется дополнительными, стандартными драйверами, так называемые класс или порты драйвера. В самом ядре нету поддержки сети, то есть сеть полностью, полностью стендалон через драйвера. То есть нету таких системных вызовов, как select или pull. Это на самом деле является все ее сети и запрос к некоторой условной файловой системе. То есть файловой системе либо сокетов, либо пайтов. И над всем этим есть еще один уровень абстракции в режиме пользования. То есть тот винсок, к которому, если вы знаете, к которому мы все привыкли, он вообще когда-то на самом деле был сторонним компонентом. Когда-то он даже делался компанией трампе винсок и потом стал частью стандартной поставки Windows. Дальше что делает Windows другим, в отличие от Linux? графическая и оконная подсистемы. Они в данном случае являются стандартной поставкой операционной системы. там нету такой возможности десктоп environment 1 подключен Windows систем другую или что-то еще. API стандартный, он может быть хороший, он может быть плохой, но он стандартный, он есть, он развивается. И также богатый высокоуровневый API всех возможных сортов. то есть это и та криптография, и desktop environment, и все с этим связанное предоставляется самой операционной системой. Если мы сравним здесь, все API, аудио, звуковое, они все представляются сторонними разработчиками. Linux это некий конструктор, в котором каждый что-то делает, поэтому у нас много различных вариантов, много различных дистрибутивов и все прочее. В случае с Windows здесь совершенно по-другому. То есть там то, что есть, а дальше пользователь пользуется тем, что есть, а компания это развивает. Вот такие две разных модели. два разных подхода. Ну еще что разного, есть, хотя на самом деле в современном представлении, то в Linux тоже есть слой абстракции аппаратного обеспечения HAL, но я не смотрел прямо сейчас как он развивается, но первоначально это все пошло из Windows с Windows с когда устройства чипсета, таймер, контроллер прерывания, управление питанием, шины, фирмвер, обстрагируются от ядра с помощью специального компонента, называемого hardware abstraction layer. Что это нам дает? Нельзя сделать драйвер, контроллер прерывания, а вот HAL можно. Поэтому в случае с Reactos мы сделали очень интересным. Есть, знаете, такая была раньше игровая приставка Xbox, которая по сути своей, это x86 совместимый компьютер, но со своим специфичным чипсетом, то есть там нельзя загрузить, туда и нельзя поставить Windows, там стоит только Microsoft к операционной системе. Что мы сделали? Мы написали специальный HAL, и то же самое ядро, вообще без изменений, у нас прекрасно подработало на реакции. Одно что, там просто драйвера, USB-контроллеры, диск, чего угодно еще. Вот это отличный способ. В случае с Linux, там требовалось собрать для этого свое custom ядро, свое перекомпилированное ядро. У нас просто тот же самый интимный скерп, просто другой HAL xbox.dr. Дальше, что из других изменений. В Windows отсутствует механизм сигнал. Вместо него используется стандартная модель работы исключения. Structured Exception Handling SAH как у ООН. Она была еще придумана и реализована в операционных системах VMS, OS2, True64. Это не какая-то крутая инновация. Это уже было опробовано, решили это сделать. для того, чтобы нужно общаться из kernel мод, добавить сигналы в user мод. Как это делать? Был реализован механизм обратных системных вызовов, колбеки. Колбеки осуществляют из kernel исключительно для оконной и графической системы. Потому что это использует очень-очень много. Потому что в оригинальной реализации, на самом деле, Windows 95, там юзеры моделлы и керноводового части системы, они работали в общей памяти. Для Windows NT это, естественно, было совершенно небезопасно. Поэтому пришлось сделать некоторое ухищрение и эмулирует такую разделяемую память. Поэтому, как видите, и в Windows NT есть некоторые хитрости, в частности, не очень хорошие вещи, но они не в ядре, а в графической системе. В Linux есть некоторые интересные вещи. Есть два таких подхода. есть и службы, и приложения, системные библиотеки. Тут куча всего. Вот эта часть, которая у нас по ядру, эта часть, которая у нас по графической оконной подсистеме, DirectX. работает из ядра, аппаратное физическое обеспечение. может быть картинка другая, даже более сложная. Теперь затронем интересную тему. проект имеет VINE. Наверное, многие слышали о нем. что же это такое? потому что по сути своей можно сказать, есть такой популярный подход, что реакция в принципе это ядро для вайна, то есть там давайте поставим сверху вайн, снизу будет реакция и все будет круто. тогда, собственно, говорят зачем это делать, если у вас есть linux, на котором вайн работает прекрасно, это с одной стороны, а во-вторых, если все так здорово, так мы с чешеной до сих пор еще никак не доделались, но это как бы если только на первый взгляд смотреть, потому что на самом деле все чуть-чуть сложнее, чем оно нам кажется на первый взгляд. у Reantos на самом деле много общего с вай, в том числе и в исходном коде, потому что общая цель это установка Windows-приложения, выполнение Windows-приложения, то есть конечная цель как пользователя это вот пользоваться Windows-программой, казалось бы все здорово, но есть и много разного, потому что в данном случае вайн работает на Linux, Reantos работает непосредственно на компьютере, на железе, то есть он без всякой там прослойки работает, и второе, Reantos поддерживает Windows-драйвера, то что в принципе вайн никогда как бы не планировал, но не используя там какие-то хитрые тонкости типа работы в драйверах и режиме пользователя, но тем не менее, то есть вайн этого никогда не планировал. Что такое вайн на Linux? Виндус-приложения загружаются специальные утилиты вайн, вайн-лоадер, то есть нативные они никак не загружаются, а виндус-приложения и динамические динамические связываются с системными Windows-драйверами, которые вызывают вайн. Но так это байджетные процессы в runseld как раз Lewis andenix ст � darf. Большинство этих динам ck- это обычные в линдовой динам SK, с комфинированными под Linux, то есть с расширением SO в их формате, a некоторые вносливают в внутренние библиотека Linux, зависящие от других библиотек Linux, т.е. такая Linux специфичная часть, И есть еще специальный служебный процесс, который в данном случае заменяет ядро Windows для управления общими ресурсами. Вот такая архитектура, если мы говорим о Vine. То есть это Windows приложение, дальше специальный загрузчик, Windows сервисы, Vine сервер, который заменяет нам линдовое ядро. Дальше специальные библиотеки, обычные библиотеки Linux, X сервер, стандартная библиотека Lipsy. И все это на ядре Linux работает. То есть вот это, в принципе, оно всего так замечательно работает. Vine – это достаточно популярный проект, он широко используется. Ну, так как Reaktos – это экспериментальная система, то естественно же, а Vine – это уже коммерческая, используемая давным-давно, продающаяся штука, которая находит в серьезное применении. Теперь, собственно говоря, чем он полезен в Reaktos. Вернее, даже не чем он полезен, а как он работает в Reaktos. В Windows приложения загружаются ядром, непосредственно ядром Reaktos. То есть у нас нет никакого Вайнводера. Эти приложения и системные диалетики, они динамически связаны, соответственно, с Вайнводскими и реакторскими реализациями этих системных библиотек. То есть мы напрямую используем те Вайнводерские библиотеки, которые не зависят от библиотек Linux. А, соответственно, есть особый случай, как он и графическая подсистема, они, соответственно, имеют свою реализацию в Reaktos. Вот, и поэтому Reaktos, на самом деле, реализует полноценное, такое настоящее ядро Windows, которое может поддерживать не только приложения, тогда бы нам хватило, в принципе, Linux плюс Вайн в некотором роде, но поддерживает и драйвера. А вот как Вайн в реакторске. Вайн обозначен такой штучкой, ну, соответственно, тут занимает такую некоторую часть. Все остальное – это, естественно, реактор-специфика вещь. Дальше. Значит, что еще можно на эту тему рассказать? Есть, я просто хотел уделить этому больше внимания, потому что на протяжении долгого времени одной из ключевых проблем в реакции было то, что ну, некоторая недостаточность и нестабильность работы именно оконной и графической подсистемы, когда вот все это как бы так вот медленно развелось, потому что, ну, когда Вайн уже там поддерживает десятки тысяч приложений, да, там, а в реакторсе там только по некоторой части от этого поддерживалось. У меня возникло тоже такое вполне логичное предложение, да, если реализация оконной подсистемы в реакторсе не такая хорошая, да, то, собственно говоря, я пришел бы не использовать новую реализацию оконной подсистемы, которая основана на Вайн. Для этого я сделал, собственно говоря, эксперимент, результатом которого стала такая вот альтернативная реализация ВИН-32 подсистемы, в реакции которой, значит, во-первых, использует почти неизмененные исходные коды модулей и, соответственно, был сделан рабочий прототип. Ну, вот по затратам времени это был один человек в течение одного месяца вот такую экспериментальную сборку осуществил, который на самом деле достигнул… Сейчас я поспорю, расскажу, что у меня, по-моему, есть? Нет? Да, это прямо вот здесь. Соответственно, этот эксперимент занял примерно по времени один лисенс и достиг того же самого уровня работы, по крайней мере, если не лучше, как та же ВИН-32 подсистема, имеющаяся в реакции, которая уже зарабатывалась до этого, вот с того самого далекого 1996 года. То есть, в принципе, это достаточно было хорошо с точки зрения взаимодействия между двумя или даже несколькими больше проектами. Как это сделано? Вот там кратко посмотрим, я потом покажу интересный скриншот, как все это делалось. Ну, архитектурно это выглядит так. ВИН-32 приложение общается, соответственно, через API, тот же GDI-user, через библиотеки GDI-32 и GDI-32, которые уже на самом деле являются библиотеками не из Вайна, но состоящими на 95% код, основанный на Вайне. Дальше они, соответственно, используют native API для общения с ядром, либо специальный GDI-user, то есть на драйвер, который через системные вызовы ВИН-32 общается уже, соответственно, с графической оконной системой в ядре. либо альтернативно, совершенно необязательно, это вообще необязательная часть, может использовать X-server, X-Windows, в качестве, соответственно, клиента графического. Вот я покажу, сейчас делаю такое отвлечение, вот это вот и покажу. Найти их только надо. Соответственно, скриншоты. Так. Так. Соответственно, тут. Так. Какой ковщики лежат в юбине, есть крышечки острые. А то он вообще-то закрыл здесь. Да, отлышки закрыл здесь. Какой ковщик? Какой ковщик? Да. А, на футушке прямо? Угу. Все, хорошо, отлично, спасибо. Вот смотрите, что получилось сделать в качестве такого эксперимента. Вот. Это, соответственно, Windows XP, хостовая система, да? В ней работает X-server, X-Windows. Вот это вот, то, что мы с вами видим, вот это WinWagon, приложение WinWagon из Reactos. Оно на самом деле, вот я сейчас зайду сюда, чтобы вы увидели, в виртуальной машине работает Windows Server 2003, в котором родная подсистема Win32 заменена на ту, которую я разработал. и она через TCP IP, через с помощью X-server, соединяется с X-server, который работает на хостовой системе, и выводит вот эту вот, вот эту программу, на самом деле, запущенную Windows. То есть такого, в принципе, на самом деле, никто для этого не делал, потому что родную Win32 систему Windows еще никто не заменял. Мне удалось полностью заменить так, что она бинарно оказалась совместима. Ну, конечно, там, как бы, это достаточно простое приложение, то есть весь рабочий стол у меня через X-Windows не отрисовывается, но сам факт, что такое стало невозможным, то, что, я думаю, даже на кроссовке никогда не в страшном смысле, так сказать, не могли подумать, что Windows будет работать так же, как Linux через X-server. Но, тем не менее, вот, что-то такое получилось через Vine. То есть, по сути, это Vine для Windows оказалось. Ну, вот, я попробовал и какие-то другие. Какие-то другие тоже вот там. Вот, допустим, тот же самый Windows 2003. Внутри него там какая-то простейшая программа. У меня было для теста сделано, когда там другой пресс-контрол-отдел. Вот, все это через X-Ming, который работает в хостовой системе. Через TCP и IP все коннертится, все, а в Windows все это прозрачно. Windows думает, что это все. Вот он там, программа запускается, там вот сразу же при загрузке. То есть, экран вот черный, потому что полностью, полностью отключен вывод. Ну, чем мы будем вводить-то? Нечего вводить. Ну, здесь тоже все равно просто хуже видно. С некоторыми откладочными данными. Вот. Вот таким вот образом. Допустим, процесс созданной разработки этой оконной подсистемы тоже был такой, достаточно интересный. То есть, вот это там в самом первом варианте было. Там только у меня отрисовывалось окошко, да, там. Потом начали отрисовываться там, скролл-бара сделал реализацию. Затем вот уже, уже так более видно, какой-то текст появился. Затем вот уже там даже другие окошки начали работать. Куда же без майн-свиппера. Рабочий стол начал появляться. Какие-то тоже вещи. Значки там не отрисовывались, даже начали какие-то проблемы с прозрачностью. Ну, уже вот так вот все лучше, лучше и лучше. вот здесь вообще замечательно выглядит. А вот так вот выглядело уже в конечном варианте, когда я это уже доделал. Как видим, это Microsoft Office 2007, установленный в ReactOS, который использует мою подсистему ARMS, Microsoft Excel. В принципе, он вообще практически идеально в данном случае все отрисовывает. Тут проблемы с отрисовками совсем там внизу, совсем такие небольшие. Ну, в общем, вот вполне используемо. Даже на вид это вообще там мало отличается от винды, если не смотреть внизу, не видеть проводника. Родной установщик – это версия не лицензированная, в режиме trial установленная. Все, так сказать. Так, и все. Мы уже приближаемся. Отлично. Вот я как раз привел скриншотики в завершение, наверное. У нас время уже с вами как раз 40 минут, да, прошло? Отлично. Вот. Тогда вот именно на этом, я думаю, стоит там как-то все дело завершить. И, пожалуйста, там вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...